Атакамс В числе первых, кто узнал о полученной новинке, российские военные на аэродромах оккупированных городов Бердянска и Луганска. А вот это БК уже пошел. К сожалению, сегодняшний выпуск, он не про новости, он про ***. Ну, я другое слово найти не могу. И удар был нанесен с помощью квазибаллистических ракет атакам для наших с вами любимых Хаймарсов. Горело так сильно, в том числе у провоенного сообщества, что в российских телестудиях пришлось говорить об Атакамс. Что именно? Разбираем в новом выпуске программы «Давайте проверим». Я Олег Борисов. Поехали. Вести с фронта последних дней для российской стороны были настолько удручающими, что не все труженики телестудий выдерживают такой поток негатива и стараются отмежеваться от реальности как могут. Я вот, например, сегодня весь день читаю только каналы со всякими мемасами, исторические, ну и прочей такой вот неполитической ерундой. Сегодня у нас не очень веселый день, прямо говоря, честно выражаясь, как угодно. Сегодня новый вид вооружения испытали, товарищи, испытали, не испытали, применили, точнее будет, товарищи, по некоторым целям. Атмосфера уныния и отрешенности вызвана тем, что в этот же день вооруженные силы Украины успешно атаковали аэродромы во времена оккупированных Бердянске и Луганске. В ходе удара по данным украинской стороны уничтожено 9 российских вертолетов, специальная техника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы. Эта информация подтверждается спутниковыми снимками, а также заревом в провоенных телеграм-каналах. Ночью нанесли удар ракетами-атаком с по нашему аэродруму, на котором базировалась армейская авиация. Один из самых серьезных ударов за все время СВО, если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике. Про то, что надо делать выводы, чтобы такого больше не повторилось, писать бессмысленно. Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть к этому готовым. Вертолеты, самолеты, пароходы, дирижабли. Я думал, что за два года войны мы чему-то научились, а нет. Также в сети появилась запись прямо с места прилета, которую сделали сами же российские военные, которые повыбегали из своих окопов и казарм прямо в том, что было. Но на федеральных телеканалах более подробной информации об этом инциденте они не увидят. Там факт применения нового вооружения признали, однако о том, как и когда его использовали, деликатно промолчали. Небольшое количество американских дальнобойных ракет Атакамс тайно доставлены на Украину и уже использованы против России. Атакамс тайно доставлены на Украину Соединенными Штатами, об этом сообщает Wall Street Journal. Хоть пропагандисты и признают, что Атакамс это грозное оружие. Эти ракеты значительно расширяют радиус возможных ударов, в том числе и вглубь территории России. Вместе с тем, обозначая эту проблему, мы понимаем, что она есть, это серьезно. Ракета серьезная, ракета, скажем, летит уже не просто как крылатая, это практически оперативно-тактическая ракета. Мы понимаем, что это достаточно грозное оружие, она повышает нагрузку прежде всего на наши силы ПВО. В то же время пытаются убедить своих зрителей, что этот фактор никак якобы не изменит ситуацию на поле боя. Говорить о том, что подобными ракетами там можно нанести значительный урон, я, наверное, бы здесь так и не говорил. Они могут там Атакамсом упануть, ну не знаю, по какому-нибудь населенному пункту, который находится в 300 километрах от линии боевого соприкосновения на территории континентальной России. Мы к нему готовы, причем это баллистические цели, то есть ПВО у нас способны с ними бороться. Хотя это вовсе не так. По данным военных аналитиков, российскому командованию придется снимать ПВО с менее приоритетных направлений и перенаправить на защиту аэродромов. Но в силу их дефицита, скорее всего, большую часть авиации необходимо будет переместить за пределы досягаемости Атакамс. Не случайно, что первое развертывание Атакамс было нацелено на российские военные вертолеты, которые играли ключевую роль в оборонных операциях в последние месяцы во время контрнаступления Украины. Вынужденный отвод вертолетов на более отдаленные позиции может создать возможности для прорыва украинской бронетехники через российские укрепления. Питер Диккенсен. Военный эксперт, научный сотрудник Atlantic Council. Новость об ударах по аэродромам ракетами Атакамс застала Путина врасплох во время его визита в Китай. Журналисты поинтересовались, что он думает на этот счет. По ответу заметно, что вопрос вывел его из себя. Путин занервничал. Сейчас задача США это объединить Европу против России. Как следует оценивать? Если война проиграна России, зачем поставлять Атакамс? Пусть заберут назад Атакамс, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война, о чем мы говорим тогда? Зачем Атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. От Киев за три дня до топота ножкой со словами «Мы не проиграли войну». В пылу Путин даже забыл об официальной кремлевской терминологии. Ведь не война же, а спецоперация. В таком случае ждем возбуждения уголовного дела о дискредитации и фейках. Или «Царю можно». И раз войну Россия ведет успешно, то зачем выпрашивать мирные переговоры с украинской стороной? Первое, что сделать, отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам уже. Во-первых, часть заявления Путина – вранье. Ведь никто в Украине ни тайно, ни явно не заявлял о желании вернуться к переговорам. Указ президента Украины Владимира Зеленского действует, и его никто не оспаривает. Выше сказанное – чистые выдумки российского президента. Ну или, может, ему кто-то принес папочку с не совсем корректной информацией. А потом дедушка опять будет жаловаться, что его обманули и кинули. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. На этом все. С вас лайк, подписка, комментарий. Ну а с меня новый выпуск программы «Давайте проверим». Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова